здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава микет но сегодня ханука сегодня время рассказов о хануке расскажу тоже сегодня очень такой необычный рассказ реальная история точнее это раввин маша брискин посланник хаббада в городе агурахилс в окрестностях лос-анджелеса проводил урок на тему вера бога в трудные времена и видит что сидит напротив слушатель причем он руководил хором реформистской синагоги и слезы на глазах он не ожидал что его так растрогает евреи рассказывал и он рассказывает что несколько лет назад пережил ужасную трагедию его жена и три дочери попали в автомобильную аварию в которой две девочки погибли в результате пережито он впал в депрессию потерял вкус жизни ситуация постоянно ухудшалась потом и брак его развалился он расстался с женой и решил в смысле расстался женой жил с дочерью и однажды он понял что больше терпеть страдания не может и решил не дай бог конечно покончить жизнь самоубийством взял дочь в кино чтобы попрощаться с ней планировал потом поставить ее к матери и покинуть от мир когда мы добрались говорит до здания торгового центра где был кинотеатр я взятели к услышал музыку и я определил что это еврейская музыка нам захотелось посмотреть на музыкантов мы увидели как несколько людей танцуют вокруг большой хануки и прежде чем я мог понять что происходит схватил молодой человек схватил меня в руку и ввел круг танцующих я посмотрел издалека на дочь у него как она улыбается и я понял что не смогу совершить то что задумал и в тот момент я решил жить а в каком торговом центре это произошло взволнованно спросил раввин в кинотеатре на маунт-гейт-плаза всеми вели сказал мужчина и теперь рафбрискин начал плакать он говорит все не понимают что происходит он говорит что за несколько дней до хануки решил активно начать с компанию по распространению чудо поставить общественную хинуки в том месте где никогда не стояла позвонил справочную попросил номер торгового центра всеми вэл диспетчер говорит о какой центр ищет а этот же не знает какой он делает вид что не понимает вопроса и алё алё там дайте мне этот этот наверно думает да самый популярный в итоге мы направили в маунт-гейт-плаза мне очень хануки говорит мы прибыли на площадку с десятком людей снаряжением и оказалось что это место полностью заброшено торговый центр находится на грани закрытия единственный кинотеатр работает полки пустые магазинов никого нет мы были очень огорчены поскольку увидели что людей ожидающих очередь в кино мы не заберем я помню в этот вечер возвращался домой с ужасным чувством неудачи но оказывается этот халюкальный вечер был удачный он спас жизнь человека и любавические рыбы в одной из бесед вообще своих объяснял основу обязанности распространять чудо наружу ведь мы ставим свечки наружу ханука символизирует огромную силу света его способность освещать даже самую страшную тьму и наши враги на протяжении всех веков сражались с евреями там пытались их убить греки они ведь не пытались убить греки нет греки говорили пусть живут да то как все только как все и вот на пике опасности вот такой аман указов амана мардыхай собрал народ в синагоге и начали учиться во время пурима а греки греки действовали иначе они хотели расширить у русалима не дожили ему красивое название антиохия построили великолепные стадионы гимназии взамен они не хотели жизни людей они хотели только душу они хотели запрещили субботу заповедь обрезания чтобы погасить духовную искру и в этот момент вот греки вроде как преуспели и кульминация стали того что они ворвались в русалимский храм и осквернили его и вот то время как в песах мы спешно бежали из египта на пурим только отменили указы амана хануку макавеи начали прямое наступление на грехов и выгнали их из страны и очистили храм и оказалось что нет никакой власти у тьмы и как то что нам казалось непобедимым оказалось рухнуло достаточно одной свечки вот этой самопожертвованной преданности зажечься и все вот почему заповедь зажигания свечей должна широко тьму освещать и для как можно большего количества людей так мы помним главную заповедь и так сказать выводы из хануки нет тьмы которая сильнее света в наших сердцах или в мире всегда можно победить свет нам тут то что надо нам нужно только одна вещь светить и дальше будет победа светите и увидите бархава от слаха